И снова здравствуйте! Мы продолжаем с вами изучить тригонометрические уравнения, и сегодня мы уделим внимание однородным тригонометрическим уравнениям. Что это такое? Уравнение вида а синус х плюс б косинус х равно нулю, где а и б, произвольные действительные числа, не равные нулю, называются однородным тригонометрическим уравнением первой степени. Почему первый синус х косинус х, степень 1,1, первая степень? Как будем поступать при решении такого уравнения? На самом деле подходов много именно к решению такого уравнения, но один, наверное, самый быстрый. Как я буду рассуждать? Что хочется сделать? Хочется поделить. Одну функцию нужно убрать. Если, допустим, косинус х будем убирать, но вы же знаете, что делить вы имеете право обе части только тогда, когда та величина, которую вы делите, не равна нулю. Смотрим. Если ваш косинус равен нулю, вспоминаемое со мной тригонометрическое тожество, тогда синус у вас будет равен либо единице, либо минус единице. Что получается? А умножить на 1 равно нулю, или а умножить на минус 1 равно нулю. Чего быть? Не может. А у вас отлично от нуля. Значит, ваш косинус точно не равен нулю. Имеем право на него разделить. Получаем следующую картинку. Синус, деленный на косинус, это тангенс х, плюс b равно нулю. Откуда выражаем тангенс? Минус b, деленное на а. Получаете простейшее тригонометрическое уравнение, которое вы уже научились. Ну, теперь рассмотрим конкретный пример. Задание будет следующее. Решить уравнение. 2 синус х плюс косинус х равно нулю. Смотрим. Если сравнивать с оригиналом, а это двойка, b это единичка. Делим на косинус. Получаем 2 тангенса х плюс 1 равно нулю. Решаем. Тангенс х это минус 1 вторая. Опять получили простейшее тригонометрическое уравнение. Находим его корни. Это будет арк тангенс минус 1 второй плюс пи к, где к число целое. Ну, и если вы примените свойства арк тангенса, то это будет минус арк тангенс 1 второй плюс пи к, где к число целое. Вот стоит заметить, что однородные уравнения у вас бывают не только первой степени, а, допустим, второй. Что называется однородным уравнением второй степени? Это уравнение такого вида. Итак, однородным уравнением второй степени называется уравнение следующего вида. А синус квадрат х. плюс b синус x умножить на косинус x, плюс c, умноженное на косинус квадрат x, равно нулю. Где опять же, a, b и c – это произвольные действительные числа, которые не равны нулю. Техника решения не отличается от предыдущего уравнения. Будем делать то же самое, будем делить. Вот смотрите внимательно. Опять же, если ваш косинус равен нулю, этот компонент обнуляется, этот обнуляется. Косинус 0, тогда вот здесь стоит единица. Получается, a умножить на 1 равно нулю, чего быть не может. Значит, поделим. Что получим? a тангенс квадрат x плюс b тангенс x плюс c равно нулю. Получили уравнение, которое сводится легко к квадратному путем заменопеременных. Если вы тангенс x переобозначите, тогда ваше уравнение примет вид. a, t квадрат плюс b, t плюс c равно нулю. Решая квадратное уравнение, находите перемену t, потом делаете возврат. Ну, давайте рассмотрим пример. Теория хорошо, с примером лучше. Так, синус 2x плюс 5 синус квадрат x равно 1,5. Но вы скажете, какое-то однородное уравнение. Тут нет той структуры, которую вы записывали. На самом деле все есть. Вот смотрите сюда. Квадрат есть, произведение спрятано вот здесь. Если вы сейчас примените формулу двойного аргумента. Расписываем. 1,5. Опять же, нет этого косинуса в квадрате. А надо получить. Где мне его взять? А вот здесь. Почему? Ну, потому что вот 1,5, все равно, что 1,5 умножить на 1. А как известно, единица это синус квадрат плюс косинус квадрат. Заменяем. Все, все, вернусь в одну сторону. Раскрываем скобочки. Так, 2 синус x косинус x. Плюс 5 синусов в квадрате x. Минус 1,5 синуса в квадрате x. Минус 1,5 косинуса в квадрате x. Это 0. Подобненькие. Да, есть у нас подобные. Приводим их. Так, 3,5 синус квадрата x. Теперь плюс 2 синус x косинус x. Минус 1,5 косинус квадрата x равно 0. Все, мы получили однородное уравнение в чистом виде. Опять же, этого сейчас можно не делать, но я обе части умножу на 2. Ну, не нравятся какие-то дробные коэффициенты. Значит, 7 синус квадрат x плюс 4 синус x косинус x минус 3 косинус квадрат x равно 0. Делим обе части смело на косинус квадрат. Мы с вами ничего не нарушим. Будет 7 тангенсов в квадрате x плюс 4 тангенса x минус 3 равно 0. Ну, обычное уравнение после замены переменных, а это вы делать умеете, превращается в квадратное. 7t квадрат плюс 4t минус 3 равно 0. Так, ну что мы здесь получим? Да все очень просто. Нужны эти корни. Значит, первый корень этого квадратного уравнения будет равен минус 1, а второй 3 седьмых. Значит, кто не верит, можете посчитать дискриминант, но есть свойства. Если а плюс c равно b, то первый корень минус 1, а второй минус c делить на а. Все сходится. Все, возврат. Что такое было t? От t у нас был тангенс x. Значит, тангенс x равен минус 1 или тангенс x равен 3 седьмых. Отсюда x это будет минус π на 4 плюс πк. Применяйте формулу просто и поставляйте стандартное значение. Отсюда же x это будет арк тангенс 3 седьмых плюс πn, где n число целое. Все, уравнение решено. Значит, в качестве домашнего задания мы используем с вами задание с того же самого учебника, учебника Никольского. Это номера 1120, второй столбик, и номер 1129, буковки b, v и d. Первое это будет уравнение первой степени, второе будет уравнение второй степени. Желаю удачи. Здравствуйте, уважаемые десятиклассники. Тема нашего сегодняшнего урока – правописание сне с различными частями речи. Итак, проблемный вопрос. Этот рассказ был совершенно неинтересный. Анна решила прочитать другой. Следующее предложение. Ему недоставало внимание матери, поэтому он уехал. Никто не доел кашу, и река тянулась вдоль отнюдь невысокого обрывистого берега. Итак, как же написать эти слова? Мы с вами на предыдущем уроке говорили о правописании не, но мы к этим правилам не обращались. Давайте сегодня повторим правило написания не с пояснительными словами. Кроме того, мы сегодня научимся с вами отличать приставку не до от приставки не. Для этого нужно, первое, ребята, обратите внимание, следует различать глаголы с основной приставкой не до и глаголы с приставкой до плюс отрицательная частица не. Приставка не до имеет значение недостаточности чего-либо, неполноты и пишется слитно с глаголом. Глагол же с приставкой до и отрицательной частицей не обозначает действие прерванное, не доведенное до конца, неосуществимое. Например, ему недостает любви, то есть ему не хватает любви. Мы пишем слово сне слитно. Следующее предложение. Он недостает до ручки двери, то есть действие неосуществимое, и мы поэтому пишем здесь сне раздельно. Итак, ребята, запомните. Не пишется раздельно в составе конструкций, которые усиливают отрицание. Это следующие случаи. А. Со словами вовсе не, отнюдь, далеко, ничуть, немало. Например, это вовсе не правда, этот случай вовсе не уникален, это отнюдь не очевидно, она далеко не храбрая. Б. С отрицательными местоименными словами. Нисколько, никак, никого, никому, никем, никогда, никуда, никакой, ничего, ничему, ничем и тому подобное. Например, случай, никак не подходящий. Следующее. Никуда не годный проект. Никакой он мне не приятель. Нисколько не завистливый. Никому не нужен. Ни в коем случае не бесполезный. При этом слитно пишется слово сне, если это прилагательное наречие, наогие. И есть такие слова. Очень, крайне, весьма, чрезвычайно, явно, довольно, достаточно, вопиюще, исключительно, в высшей степени. То есть слова со значением проявления признака, подчеркивающие утверждение. Например. Итак, ребята, давайте вспомним первый слайд, с которого мы начинали сегодняшний урок. И разберем. Первое предложение. Этот рассказ был совершенно неинтересный. Мы видим, что есть пояснительное слово «совершенно», после которого не будет писаться со словом «слитно». Второе предложение. Ему недоставало внимание матери, поэтому он уехал. Здесь недоставало. Пишем «слитно». Следующее. Никто не доел кашу. То есть действие не довезено до конца, поэтому пишем раздельно. Здесь частичка «не» и глагол «доел». И последнее. Река тянулась вдоль отнюдь невысокого обрывистого берега. Отнюдь «не». Это слово, после которого «не» будет писаться раздельно. Итак, ребят, обратите внимание на доску. И подумайте, почему же так написаны эти частицы. Никого не спрашивали о журавлеве, все отзывались о нем хорошо. И второе предложение. Кого не спрашивали сегодня, тот будет опрошен завтра. Почему в одном случае мы пишем «не», а во втором случае «не». Для этого нам необходимо вспомнить правило. Как же разграничивать частицы «не» и «не». Итак, «не» пишется первое, если нельзя убрать эту частицу, при этом поменяется смысл. «Не упал», то есть «нельзя», «упал» будет совсем другой смысл. Если есть «не» плюс «не», двойное отрицание, соответственно, получается утверждение. «Не мог», «не сказать», «сказал». И третье, если есть обобщающее утвердительное значение. Кто не слышал, все слышали. Частица «не» будет писаться, первое, если можно убрать эту частицу, и смысл при этом не поменяется. «Нет ни звука», то есть «нет звука». И второе, можно заменить «и», «нет даже», «и даже». Например, «нет и звука», «нет даже звука». И, соответственно, «не говори ни слова», «не говори ни слова». Итак, ребята, нам сейчас необходимо выполнить задание для того, чтобы закрепить теорию. И для этого нужно определить, какую букву «е» или «и» нужно вставить на место пропуска. Выпишите слово, в котором «ни» является приставкой и пишется слитно. Первое. Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме «попади». Итак, ребята, слово «никому» — это отрицательное местоимение. С частицей «не» отрицательные местоимения пишутся всегда слитно, если нет предлога. Поэтому мы здесь пишем букву «и» и слитно. Кроме этого, обращаю ваше внимание, что нужно уметь отличать «никому» и «некому». Под ударением будет писаться буква «е», а без ударения — буква «и». Ни одного. Один — это числительное, поэтому будем писать раздельно. Следующее предложение. Глухарь получил свое название не от недостатка слуха, который у него очень остр, а по месту жительства. Не от недостатка. Пишем «не» с буквой «е» и раздельно с предлогом, а недостатка пишем слитно с буквой «е». Следующее предложение. Спросить дорогу было не у кого, а найти ее было нужно, несмотря ни на что. Не у кого. Мы пишем раздельно, потому что это местоимение и есть предлог «у». И пишем с буквой «е», потому что здесь не падает ударение. Падает ударение. Несмотря. Здесь пишем слитно, потому что это производный предлог, можно заменить вопреки. И ни на что, безударная позиция, пишем в три слова и с буквой «и». Следующее предложение. Учебника ни у кого не оказалось, но это было, но это не было неразрешимой проблемой при наличии интернета. Итак, ни у кого. Мы пишем с буквой «и» в три слова, потому что это местоимение и здесь есть предлог. Не оказалось. Не с глаголами пишем раздельно, и с буквой «е». Не было не с глаголом, пишется раздельно, и вставляем в букву «е». Неразрешимое. Неразрешимое – это полное причастие. Здесь нет зависимого слова, поэтому мы пишем слитно с «не». И последнее предложение. Я слушал его и думал, неужели этот человек верен себе, говоря все эти неподобающие ему речи? Итак, неужели эта частица, и мы пишем с «е» и слитно, неподобающие – это причастие, но здесь есть зависимое слово «ему», поэтому пишем раздельно. Соответственно, ребята, нам нужно было выбрать слово, в котором пишется «ни» и еще и слитно. Это было слово «никому». То есть правильный ответ вам необходимо выписать «никому». Домашнее задание, ребята. Вам необходимо выучить теоретический материал этого урока. Кроме того, выполнить упражнение 359 или 363 на выбор. Эти упражнения необходимо выполнить по учебнику для базового уровня обучения под редакцией Власенкова и Рубченковой. Спасибо за внимание. Удачи вам, ребята. Здравствуйте, ребята. Мы продолжаем с вами говорить о размножении и индивидуальном развитии. На прошлых уроках мы с вами познакомились с образованием половых клеток, яйцеклеток и сперматозоидов. Поговорили о первом этапе индивидуального развития онтогенезии, эмбриональном этапе. И сегодня мы поговорим о том, что же происходит после рождения. Жизнь, после рождения. Тема сегодняшнего урока – антогенез, постэмбриональный период. Постэмбриональное развитие. Всегда есть выбор, да? Постэмбриональное развитие бывает двух видов. Оно может быть прямым и может быть с превращением, с метаморфозом. Прямое развитие. В случае прямого развития из яйца развивается половозрелая особь. В случае развития с метаморфозом, с превращением из яйца формируется личинка. Что такое личинка? Это удивительная стадия. Я бы сказала, полуфабрикат, недоформированный организм. И потом уже личинка претерпевает метаморфоз, превращение развивается в половозрелую особь. Возникает вопрос, почему у одних организмов прямое развитие и сразу прямой путь от яйца к половозрелой особи, а другая почему-то идет через промежуточную стадию. Другие организмы от яйца к личинке и только потом к половозрелой особи. Для того, чтобы сформировать полностью весь организм, необходимы питательные вещества. Обязательным условием прямого развития является эмбрионизация. Это удлинение зародышевого периода за счет питательных ресурсов. Либо матери, и вот такой способ выбирать млекопитающие, акулы. Либо яйца, птицы, присмыкающиеся. И очень-очень многие беспозвоночные питательные вещества закладывают в яйца. В случае развития с превращением у организма есть возможность отложить значительное количество яиц. Но сколько рожают млекопитающие? Один, два детеныша, десять. Но это же несравнимо с сотнями, с тысячами икринок, которые откладывают рыбы. Да, они маленькие, да они такие крупные, как яйца птиц или присмыкающихся, но их много. И вот из этих яиц, в которых очень мало питательных веществ, развивается личинка. И личинка начинает выполнять целую серию функций. Итак, функции личинки. Первая функция, которая обязательна для всех личинок, это питательная. Личинка ест, ест, ест и набирает те вещества, которыми их обделила мама. В результате происходит завершение развития. Трофическая питательная функция обязательна для личинки. Мы слышали выражение «прожорлива, как гусеница». И действительно, гусеницы только делают, что едят. При этом растут, линяют, растут, линяют. И в конце концов превращаются в половозрелую особь. Но кроме питательной функции, которая является общей для всех абсолютно организмов, развивающихся с метаморфозом, есть еще целый ряд функций личинки. Например, рациональное использование ресурсов. Скажите, пожалуйста, где развивается личинка комара? В воде. А комар совсем даже не в воде существует. Личинка майского жука живет в почве, а майский жук на поверхности. Мы знаем, что личинка бабочки называется гусеницей, и она питается твердыми частями растений. В то время как бабочка совершенно безобидна и очень полезна опылите, которая питается нектаром. Обратите внимание, личинки живут в одних условиях, занимают одну экологическую нишу, а половозрелые особи совершенно в других условиях занимают другую экологическую нишу. И они не конкурируют между собой, снижается внутривидовая конкуренция. А следовательно, по крайней мере, минимум в два раза становится большая численность вида. Таким образом, эта функция подразумевает увеличение численности вида, и это способствует процветанию группы. Следующая функция, характерная для малоподвижных и сидячих форм, это функция расселения. Совсем нехорошо, если яблоко от яблони далеко падает, потому что не хватит питательных ресурсов, не хватит территории. Очень выгодно и очень важно расселяться. Еще Вернадский говорил о том, что у живого вещества есть два свойства – размножение и распространение. А как быть малоподвижным и сидячим формам? Например, как быть ассидии? Она сидячая, передвигаться в принципе не может. Решает проблему личинка, подвижная личинка. Ассидии изучал наш соотечественник в Севастопе, он в Институте биологии Ушнамарии, работал Александр Ануфриевич Ковалевский. Именно он увидел ассидии, личинку, которая очень похожа на хордовую, благодаря чему он ассидию отнес к типу хордовые. Двустворчные моллюски. Мы все видели, как передвигаются устрицы, мидии. И по сравнению с ними черепаха – это рекордсмен. Расселение у двустворчатой моллюска происходит при помощи личинки. Личинка глохиди. Посмотрите, пожалуйста. Две створки, клейкая нить. После оплодотворения образуется такая личинка. Она вылетает из мантии на полностью моллюска. Хлопая створкой, поднимается вверх и прикрепляется к проплывающим рыбам. На жабры, под кожей. По-разному, может быть, происходит развитие личинки. По завершению метаморфоза разрывается кожа, выпадает уже половозрелый организм, но совсем не в том месте, где личинка попала на рыбу. Таким образом, паразитизм на рыбах способствует расселению двустворчатых моллюсков. Ну и, наконец, третий момент, четвертый момент – заражение новых хозяев. Никого не любит паразит так, как своему хозяину, потому что хозяин дает ему все. Он дает ему пищу, он дает ему среду обитания. Для паразита смертельно, если погибает хозяин. Поэтому паразит не может допустить, чтобы в организме хозяина было слишком много конкурентов. И тогда возникает проблема, как размножаться, если ты живешь внутри. И здесь на помощь приходят личинки. Яйца выходят во внешнюю среду. И задача личинки – найти нового хозяина. Таким образом, личинки обеспечат заражение новых хозяев. У паразитических форм вот такая функция личинок. Посмотрите, какая многоплановая личинка. И питается, и рационально используются ресурсы. Расселяет, заражает. Поэтому подавляющее большинство организмов, животных, является, имеет место развитие с метаморфозом, развитие с превращением. И по пальцам можно перечислить тех, у кого прямое развитие. Что же дальше? Какие варианты есть метаморфоза? Итак, метаморфоз тоже может быть разным. Он может быть неполным и полным. В случае неполной метаморфоза из яйца развивается личинка, которая превращается в половозрелый особь. Давайте посмотрим вот на эту картинку. Перед вами саранча. Да, конечно, саранча под номером 8 отличается саранчей под номером 2-3. Ну, понятно, что это саранча. Нет крыльев, нет половой системы. Но мы видим, что это саранча. Растет, линяет, питается, растет, линяет. Потом появляются крылья, появляется половая система, появляется половозрелая особь. А теперь давайте посмотрим сюда. Что общего у этого червячка и майского жука? Аж ничего. Что общего у гусеницы и прекрасной бабочки? Тоже ничего. В случае полного метаморфоза из яйца выходит личинка, и она червеобразная. А вот дальше начинается чудо. Личинка превращается в куколку. Вот я умом понимаю, на самом деле не понимаю. Куколка – это покоящаяся стадия, внешне покоящаяся. Она не питается. Но в куколке происходит полное растворение личиночных тканей. Окукливается гусеница, а из куколки выходит прекрасная бабочка. Полная перестройка. Именно вот в этом случае мы видим рациональное использование природных ресурсов. Разные экологические ниши, потому что принципиально отличается личинка от половозрелой особи. Итак, если личинка червеобразная, это полный метаморфоз. Если личинка похожа на половозрелый особь, это метаморфоз неполный. Для кого же характерен полный или неполный метаморфоз? Рыбы, личинка, малек, взрослая рыба. Земноводный, личинка-головастик, лягушка. Клещи. Личинки похожи на взрослую форму, без половой системы. Может быть, количество ног у первой личинки не 8, а всего лишь 6. Но принцип похожий. И некоторые насекомые. Обратите внимание, некоторые насекомые. Прямокрылые кузнечик саранча, вши, клопы, тараканы, стрекозы. Равнокрылые для этих насекомых характерны неполный метаморфоз. Почти у всех насекомых, у подавляющего большинства, полный метаморфоз. Бабочки, жуки, двукрылые, личинка-опарыши, да, у мухи, блохи, перепончатокрылые, пчелы, осы, муравьи. Огромное количество насекомых имеет полный метаморфоз. И это одна из причин, почему насекомые сегодня являются господствующей группой на Земле. Из двух миллионов видов животных, миллион видов – это насекомые. Каждый второй живот на Земле – насекомые. И вот это одна из главных причин, почему их так много. Домашние задания вы можете посмотреть, как всегда, в нашем учебнике, на интернет-ресурсах. И традиционный уже вопрос формата ЕГЭ. Линия 8. Установить соответствие между насекомыми и типом развития. Перечислены под буквами АБГДЕ насекомые и типы развития. Домашняя муха. Вспоминаем личинка парыш. Полный метаморфоз. Майский жук. Личинка почвы. Червячок. Полный метаморфоз. Клоп-солдатик. Неполный метаморфоз. Три коза коромысла. Живет в воде ее личинка. Похожа на взрослую, но без крыльев. Неполный метаморфоз. Бабочка павлиний глаз. Полный метаморфоз. Ну и всем знакомый, к сожалению, таракан. У него неполный метаморфоз. Мы все видели личинок тараканов. Маленький, но понятно, что это таракан. Не червеобразная личинка. Таким образом, у насекомых может быть два варианта развития. С полным превращением или с неполным превращением. Благодарю за внимание. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин